ну и после того как прибор настроен я перехожу к подключению прибора к измеряемым цепям сейчас я нахожусь на подстанции 110 на 10 киловольт и прибор metrel mii2892 буду подключать к измерительным трансформатором напряжения вот они они понижают напряжение со 110 киловольт до 100 вольт это измерительные тн и у них 2-ричная цепьи есть и к ними я буду подключать прибор а также буду подключать прибор к измерительным токовым цепям соответственно сейчас все покажу вот я подключил прибор к измеряемым вторичным цепям напряжение и тока здесь у меня цепь и напряжения abc0 и здесь цепи тока тоже abc0 измерительного трансформатора тока и напряжения соединены по схеме звезда использую для измерения тока трехфазный трансформатор тока а 1037 он преобразует ток в пропорциональное напряжение и этот трехфазный трансформатор тока он соединен с прибором смотрела вот сюда вот вот три проводка токи и 1 и 2 и 3 ну и цепи напряжения здесь соответственно тоже подключены согласно расцветки и маркировки abc 0 заземление ну и после подключения к измерительным цепям можно сразу посмотреть в меню измерения то что прибор измеряет либо в меню измерения можно посмотреть перейдя соответствующий раздел либо с помощью быстрых клавиш вот быстро клавиши например вот это либо мощность отображаются гармоники ну и самое интересное я бы сказал векторная диаграмма вот векторная диаграмма трехфазного режима измерительные цепи трансформаторов тока и напряжения 110 киловольт вот векторная диаграмма а также здесь помимо от числовых значений можно переключиться и на графике вот видите кнопка f4 графики и уже будет не числовое значение а графическая ну а сейчас я буду настраивать прибор на регистрацию для этого я перехожу в меню регистраторы здесь предлагается вот общий регистратор который нужно выбрать когда требуется регистрация по гост 32 144 и его надо настроить так настраиваю общий регистратор профиль я оставляю стандартный здесь есть еще ограниченный так стандартный интервал 10 минут согласно гост 32 144 время старта я ставлю ручной потому что я вручную буду запускать регистратор длительно 7 дней и события сети я их обязательно включаю вот первый пункт далее аварийные сигналы управления в принципе можно здесь не включать потому что они при необходимости настраиваются вот здесь вот в меню настройки измерения вот здесь они все при необходимости настраиваются предварительно так перехожу обратно в регистраторы общий регистратор то есть все события сети я настроил так настроил нажимая кнопку f4 проверка в этом меню я проверяю результаты измерения на соответствие установленным предельным величинам если зеленые галочки ночи все окей все хорошо все хорошо настроено если желтый значок будет то это значит что некоторые измеренные измеренные параметры имеют значение ну на грани характеристик прибора но и если знак ошибки крестик красный был бы здесь где-то в строке то это указывало бы что прибор подключен неправильно ну либо его настройки не верны ну и после того как я все это проверил я могу запустить уже регистрацию нажимая кнопку f1 все регистрация запущена ну об этом свидетельствует значок g вот верхней строке пока прибор ждет начала нового 10 минут на интервала и не начинает регистрацию а когда регистрация начнется кружок вокруг буквы g станет красным вот пока еще идет 10 минутный интервал ну что такое 10 минутный интервал это текущее время кратно десяти минутам вот у меня 12 49 до ну кратно вот 12 59 и так далее так все регистрация запущена вот видите да а красный кружок появился вокруг буковки g то есть запустилась регистрация также здесь в приборе в меню регистраторы есть очень хорошая функция это регистрация формы напряжение и тока и пусковых таков вот она и регистрация переходных процессов сейчас поподробнее о них расскажу вот что такое регистрация формы регистрация формы достаточно мощный инструмент он выявляет неисправности также слишком высокие пусковые токи вот эта функция регистрации формы она определяет количество периодов напряжения и тока в моменты срабатывания вот этого триггерного сигнала причем от каждая регистрация она состоит из интервала предшествующего триггерному сигналу то есть до него и следующего за триггерным сигналом вот все там настраиваться нажимая кнопочку настроить и вот здесь настраивается триггер события то есть по какому событию будет срабатывать триггер здесь есть аварийный сигнал события и аварийные сигналы уровень напряжения уровень тока интервал то есть тут мы настраиваем по какому критерию будет у нас срабатывать вот этот вот триггер но я вот его оставлю на аварийные сигналы далее настраиваться длительность сигнала при необходимости вот и режим записи либо непрерывная, либо единичная что такое единичный режим записи это когда вот регистрация формы кривой завершается после первого триггерного сигнала то есть один только триггерный сигнал засекла, зарегистрировала и все запись остановилась ну и соответственно непрерывно она будет постоянно ну тут максимум 200 записей последовательно регистрация формы кривой напряжения и тока ну то есть пока я сам его не остановлю этот регистратор либо пока память у прибора не будет полностью заполнена ну и вот когда уже настроил нажимаем проверка все зеленые галочки все хорошо здесь также есть меню помощь то есть вот все подробно нарисовано написано триггер аварийный уровень параметры фронт предзапись длительность время нужно листать настройка событий переход так вот можно перейти в настройку соединения так вот запускаю видите появилась английская буковка W она еще не активная то есть регистратор активен но находится в режиме запуска когда он начнет регистрировать то соответственно кружок будет красным вокруг буквы также можно перейти нажав кнопку F4 в осциллографирование изменить вид здесь также можно пофазно U1, U2, U3 нейтраль трехфазный режим так вот это я останавливаю так далее следующий регистратор переходных процессов очень интересная хорошая функция у прибора что здесь подразумевается это когда в сети быстро изменяются токи напряжения очень резко да вот и вот этот регистратор переходных процессов он регистрируется с частотой 49 кГц то есть 49 тысяч раз в секунду в этом режиме можно записать короткие всплески напряжения которые длятся буквально десятки микросекунд ну и так же здесь настраиваться в меню настройки всевозможное по необходимости триггер настраиваться огибающий уровень тип триггера также по напряжению это тип триггерного сигнала переходного процесса который формируется в каналах напряжения между нейтралью и заземлением далее ток формируется в каналах фазного тока и в каналах тока нейтрали далее уровень триггерного сигнала по току либо по напряжению настраиваться при необходимости длительность в периодах предварительная запись и режим записи точно так же она единичная либо непрерывная ну и так же здесь есть тоже кнопки помощь с картинками с поясняющими графиками так далее F3 кнопка конф это кнопка вызова меню настройки подключения вот она настраиваться подключение ну и кнопка F4 кнопка проверки проверка настроек подключения так ну давайте вот я запущу регистратор посмотрим в меню осциллографирования так же здесь можно переключаться по фазно U1 U2 вот видите как меняются это по напряжению нейтраль трехфазный режим так же можно переключиться на ток соответственно так же трехфазный режим вот даже видно какой график он немножко неровный вот если по фазно то значит вот ток синусоида видите какая неровная такая немножко ток фазе B ток фазе C ну в нейтрале у меня прибор не измеряют вычисляют только вот такие интересные функции так давайте я остановлю вот такие два интересных меню регистратор переходных процессов и регистратор формы ну и по отключении регистрации можно непосредственно на месте измерения посмотреть полученные результаты записи они распределены по пяти пунктам меню в зависимости от типа записи в список памяти записываться общая регистрация РВЦ аварийные сигналы ну и особые сигналы напряжения записываются в соответствующие пункты там в памяти так ну все я оставляю прибор сейчас его включу на регистрацию и затем по завершении регистрации я расскажу в продолжении о снятии результатов запускаю регистратор результаты регистрации быстрее всего передать на компьютер либо на ноутбук используя картридер помещаем карту памяти в картридер подсоединяем к компьютеру и запускаем программу PowerWave и в меню выбираем пункт импорт из директории выбираем нужную папку а если список записей большой как вот здесь вот видите да то можно включить фильтр типа записи ну в моем случае я оставляю галочку только в графе общие чтобы отфильтровать запись по ГОСТу в течение 7 суток теперь можно импортировать запись вот запись импортируется загружается все это достаточно быстро происходит несмотря на немалый объемчик далее когда запись загружена сначала мы видим подробную информацию о записи все настройки время в течение которого велась запись и так далее ну и далее уже можно приступить к просмотру результатов выбор параметров для отображения графика делается вот здесь в структуре расположенной слева можно выбрать ток напряжения необходимости параметры какие необходимо ну и пользуясь меню вид свойства графика графики можно располагать в одной системе координат также можно разделять по фазам свойства графика разделение данных по фазам ну и также можно заполнять для наглядности цветом диапазон от минимальных до максимальных значений ну и также можно для удобства графики растягивать для подробного просмотра отдельных участков как по горизонтали так и по вертикали вот вот так вот по вертикали видите да ну и также можно вот что интересно непосредственно на сам график можно добавлять текстовый комментарий то есть добавляться вот текстовое поле вот таким вот образом сейчас увидите сначала цвет да затем прикрепить комментарий пользователя текстовое поле вот добавилось и здесь можно комментировать добавлять комментарий вот можно переносить комментарий двигать по тексту по графику при необходимости также есть возможность расчета средних минимальных и максимальных значений на выделенном участке как вот здесь вот он выделяется маркером нужный отрезок и расчет появляется при наведении курсора вот слева на пункт помеченное измерение вот здесь же так же можно посмотреть гармоники кроме графиков можно использовать таблицу вот которая расположена в следующей вкладке в таблице представлены значения выбранных в структуре величин вот при этом показаны минимальное максимальное среднее значение за интервал усреднения вот который в моем случае равен 10 минутам вот дальше имеются отдельные вкладки для таблицы вот это РВС события далее таблица пусковых таков и система аварийной сигнализации аварийной сигналы вот которые настраиваются оператором прибора в данном программном обеспечении есть возможность исправить ошибки которые возможно были допущены при настройках прибора перед измерением например да вот для этого имеются пункты действия восстановления данных записей ну и здесь можно исправить время начала регистрации ошибку подключения пункт восстановления несимметрии и ошибку настройки коэффициента трансформации если измерение шло во вторичных цепях из всех выделенных в структуре слева данных можно сделать короткий отчет через пункт о действии создать типичный отчет вот ну и для получения протокола по ГОСТ 33073 нужно вначале выбрать критерий качества электрической энергии вот так вот выглядит типовый отсчет да вот и далее чтобы нам перейти это надо через пункт меню действия определить критерии качества электроэнергии ну и здесь можно также настроить интервалы наибольших и наименьших нагрузок мы выбираем ГОСТ 32 144 ну это необходимо делать если измерение проходило в точке отличной от точки передачи электроэнергии вот ну и после этого после того как нажмем на да то сразу попадаем вернее сразу появятся новые вкладки качество напряжения гармоник и другие в которых будет предварительный вывод о соответствии данным критериям ну вот как вы видите здесь есть несоответствие по пятым и седьмым гармоникам из-за которого не соответствует и коэффициент THD и несоответствие по фликеру идет получить полный протокол можно нажав в пункте действия создать отчет в соответствии с ГОСТ сначала появится окно шаблонов в которое можно заранее добавить название исполнительное измерение и предприятие где проводились измерения чтобы они автоматически заносились в протокол далее мы попадаем в еще одно небольшое меню настройки так настройка маркированных данных их можно не включать в протокол если есть договоренность с заказчиком испытаний если они не нужны выбираем нет если же нужно включить их в протокол то выбираем длиннее одной минуты так далее форма протокола здесь указывается по какой конкретно форме из ГОСТ 33073 будет создан протокол если были измерения с целью испытания качества электрической энергии в точке передачи энергии то просто выбираем B1 если точка измерения не совпадает с точкой передачи энергии то выбираем B2 вот кстати именно для формы B2 в пункте определения критериев качества электроэнергии сделаны настройки интервалов наибольшей и наименьшей нагрузки со специальными критериями для отклонения напряжения но подробно об этом в ГОСТ 33073 форма B3.1 и B3.2 это протоколы мониторинга а не испытания качества электрической энергии при измерении в точке передачи энергии дальше идут периоды отчета то есть здесь нужно выбрать отрезок времени из которого будет получен протокол если выбрали непрерывный значит протокол будет создан из всего файла регистрации вот если одиночный то протокол создается только из одного интервала который будет указан в строке ниже интервал отсчета это период для которого будет создан каждый отдельный протокол у нас было записано 7 суток то есть я могу сделать один протокол на все 7 суток для этого выберу одиночный и 7 суток протокол за первые сутки выбор в этом случае одиночный одни сутки протокол за первые двое суток выбор в этом случае одиночный двое суток ну и 7 суточный протокол выбор непрерывный одни сутки ну как я понимаю эти опции добавлены в программу чтобы удовлетворить требованиям ГОСТа 33073 предъявляемым к длительности измерений при рассмотрении претензий к качеству электроэнергии ну или проведении периодического мониторинга я создам один протокол на 7 суток по форме B1 так но сразу видно что автоматически заполнились графы с данными исполнительно и заказчика испытаний вот также данные можно вводить и вручную переход в редактируемый режим через нажатие кнопки T в заключении сразу видим что не проходят фликеры гармоники и суммарный коэффициент гармоник так же как это было ранее во вкладке качество напряжения ну далее следует уже подробные таблицы с данными ПК так ну и так же создам форму B2 чтобы было видно чем они отличаются главное единственное отличие в таблице 1 форме B2 она разделена на режимы наибольших и наименьших нагрузок и нормативное значение гораздо жестче это тоже требование ГОСТ 33073 ну как вы видите в целом программное обеспечение PowerWave довольно простое в использовании создание протокола происходит ну не более чем на этом у меня все большое спасибо за просмотр ставим лайки комментируем всего доброго до свидания